Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас сегодня в городе-курорте Анапа Джемотэ. И мы с вами сегодня посмотрим гостевой дом, который называется Солнечная Орхидея. Находится он по адресу Тихий Тупик 2. Комфортабельные номера, свой бассейн, мангальная зона. Все, сейчас вы это увидите и пройдем на море на гостевой проезд. Приятного просмотра! Парковочные места есть по фасаду. Говорят, что их достаточно. Территория под камерами и также эта парковочка тоже находится под камерами. Заходим, вокруг всего дома можно обойти. Здесь очень много зелени с этой стороны. Как выглядит это очень красиво. Спереди можно посидеть за столом, покушать, также посушить свои вещи. С другой стороны гостевого дома здесь есть столики, мангальная зона. Есть такой теневой навесик. То есть все для того, чтобы создать вам уют на вашем отдыхе. Бассейн с такой великолепной деревянной террасой. Очень красиво смотрится. Мне кажется, местечко становится от этого гораздо более уютным. Есть своя детская площадка, качелька для отдыхающих с зонтиком. И вот выход на море происходит отсюда. Приятного аппетита! Здравствуйте! Кухня у ребят. Две зоны приготовления, две раковины, чтобы хватило места всем. Есть микролновая печь, еще одна плита и набор посуды с чайниками. Как вам отдых, ребята, скажите? Нравится? Красно! Все тут хорошо? Все отлично. Спокойно, тихо. Спасибо большое. Хорошо отдыха. С задней стороны, где я показывал столики, место, где можно посушить свои вещи, очень комфортно. Есть возможность снять настоящую целую квартиру. Выглядит она очень уютно. Смотрим, на входе у нас есть такое зеркало. Свой стол, большущий, покушать обеденный. Диванчик он раскладывается. Кухонная зона, то есть с плитой, с духовкой, с холодильником, с телевизором. То есть, ну, полноценный такой набор. И еще одна комната, в которой вы можете спать отдельно. То есть, размещение здесь до пяти человек, то есть четыре взрослых. И манежем детскую кроватку могут поставить. Сплит-система имеется. Место для хранения выглядит. С плечиками, подушки. Ну, так вот весь, который нужен вам инвентарь. Плюсом еще то, что у вас будет здесь уборка два раза в неделю. Ну, и замена полотенца, в том, он все это сделает. Санузел выглядит вот так вот. С стиральной машины, раковина, зеркальце, унитаз и небольшая такая вот ванна. Которая будет, наверное, удобнее, чем на гамойке. Стоимость четыре с половиной со скидкой за четыре тысячи сейчас вы сможете сюда приехать. Так что обращайтесь напрямую. Идем дальше. Сейчас мы смотрим двухместный номер с раздельными кроватями. Входим у нас в прихожие. Место для хранения ваших вещей. Там вы в какую-то сложите. И сразу начнем со шкафчика. В каждом номере есть сейф-холодильник. Второе отделение, чтобы повесить ваши вещи. Две раздельные кровати. Между ними такой вот столик очень удобный. Есть дополнительный торшер, сплит-система, телевизор. На всем номере есть Wi-Fi и балкон. В конкурсе выходит такое тихое место. Красиво. Птички поют. Столик, чтобы посидеть. Также есть сушилка для сушки ваших вещей. Можете увидеть, что на соседнем балконе люди отдыхают. Расстояние между балконами приличное. Придется тянуться, чтобы чокнуться. Санузел выглядит вот так. Вот есть раковина, зеркальце. Место для подключения. Там электроприборов. Есть туалет и ванная. Такого-то размера, чтобы ему было удобнее мыться. Во всех номерах есть сен. Стоимость этого номера в данный момент времени 3000. Но для вас со скидкой за 2500. Есть евро раскладушки. И без доплат вам ее сюда доставят. И вы сможете приехать даже втроем за эту сумму. На этажах имеются гладильные доски и утюги. С вами, друзья, смотрим номер для размещения на троих. Плюс доп. места. Кроватку можно поменять на евро раскладушку. Стоимость этого номера будет 3000 рублей. Ну, это для вас со скидкой. А так вообще 3,5 он стоит. Доплачивать за доп. место ничего не надо. Ни за кроватку, ни за евро раскладушку. В номере также есть балкончик. Довольно-таки большой, на который можно выйти посидеть. Пожалуйста, стулик, столики. Также сплит-система, телевизор, обувница. Место для хранения. Вторая часть. Смотрим санузел. Ванна, туалет, раковина, зеркальце. Сейчас мы смотрим номер на троих. Можете увидеть, как он выглядит. Туспальная кровать. Корресло раскладное. На входе обувница стоит. Столик есть. А стоимость этого номера сейчас будет для вас 2800 рублей. Так, вообще, 3300. Кондиционер. И место для хранения. Очень красиво сюда вписалось. Так выглядит одна его часть. Вторая часть. Также холодильник, сейф и балкон. На балконе есть место для того, чтобы посушить. И стол со стульчиками. Санузел. На входе у нас раковина, зеркало, туалет и ванна. С вами смотрим четырехместный номер. Номера вот такие прям очень большие. Комфортно все это выглядит. Размещение здесь стоит 4000. Но для вас за 3,5 можете сюда приехать. Телевизор, обувница, стол. Спредсистема есть. Место для хранения. Левая сторона для вещей. С правой стороны видим сейф и холодильник. Смотрим санузел. Туалет, раковина, зеркало. Ванна такого формата. Выходим на балкон. Здесь стульк, столики. И вид на парковку. Поднялись на третий этаж. Здесь посмотрим один номер. Почему-то все номера на третьем этаже прям заняты. Пользуются популярностью. Обувница при входе. Есть место, куда повесить ваши вещи. Место для хранения. Одна его часть. Вторая его часть. Также есть сейф и холодильник. Сам номер выглядит. Односпальная кровать, двухспальная кровать. Спредсистема. Есть таршер, телевизор. И, конечно же, балкон. Комфорт здесь вообще шикарно. С лохом серебристым. Вид, конечно, прям классный. Ребята, вы видите? Если получаете удовольствие, красота. Санузел выглядит вот так вот. Раковина, унитаз. Во всех номерах есть фены и ванная. Для вашего удобства. Фен можно всегда подключить возле зеркала. То есть все вот клево так продумано. Сделано именно так, чтобы было вам удобно. Стоимость данного номера 3,5 тысячи. Для вас, кто смотрит это видео, за 3. Звоните напрямую, дорогие друзья. Два гис показывает 800 метров, либо 8 минут до пляжа на гостевом проезде. Как я и говорил, есть отдельный выход. И мы отправляемся на пляж. Расстояние он по дубл гис показал. И вы уже можете сами принимать решение, сколько вы будете его идти. Здесь по пути. Я вам сейчас покажу всю инфраструктуру, которая есть. В принципе, столовой я на этом проходе снимал. Показывал. Ну, посмотрим, может быть, где-то тоже забежим сейчас, чтобы вы по ценникам примерно все понимали. С правой стороны здесь находится курортный отель Олимп. У них тут до сих пор еще какие-то работы строительные продолжаются. И вот здесь раньше налево было секретное столовое. Сейчас поверну к гляну. Не работает, к сожалению. Мы доходим до Пионерского проспекта. Здесь есть кафешечка, пиццерия предлагают, гриль-бар. Если пройти вправо, то там можно перейти через дорогу и пройти через кривой проход на море. Это даже будет ближе. Ну, мы сегодня пойдем в ту сторону, через гостевой проезд, потому что хочется посмотреть, как он живет и что там интересного есть. Яшечка, ручка, здравствуйте. Дядя Юра, привет. Ваши подписчики. Очень приятно. Абрикосы вижу 160, помидорчики по 100, огурчики. Спасибо. Персики по 150 и черешни по 150. Приятно, когда встречаются подписчики. Магазинчик прям, пожалуйста, вам по пути встречается. О, рыбка прям много разных. По пути вот есть столовая. В прошлом году делал на нее обзор очень. Хорошая, вкусная, мне понравилась. Вот вам, пожалуйста, все по ценам. Если что, ставьте на паузу. Борщ зеленый со сметаной 80 рублей, например. Заодно сможете сравнить с прошлым годом. Подорожал элемент. Будет прям очень интересно. В тенечке хорошая, классная. В прошлом году мне так вот прям улыбались. Было очень приятно. Шаурмаги, шашлыки. Все, что вам надо только для души. Пусть мы здесь комплекс набьет за 230 тоже. И столовая работает, друзья. И нужно посмотреть, что причем по шашлыку свинины. Допустим, 100 грамм 90 рублей. На гостевом проезде пересеченят к конецким еще магазин продуктов. Тут целое озеро с кувшинками. Раньше было с рыбками. Сейчас рыбки ушли, так же, как и мостик разобрали, друзья, можете увидеть. Поворачиваем направо и врываемся в гостевой проезд. Давайте вот здесь посмотрим. Здесь еще продают фрукты. 110, 90 помидорки. Есть по 100. Виноград 180. 150 абрикосы. Черешня по 150. 270 клубника. 240 комплексик есть. Все торговые ряды запустились, потому что все высокий сезон пошел. Отдыхающих становится каждый день все больше. Даже гостевые дома говорят, что уже все, и брони прошли. И это хорошо, на самом деле. Отдыхающих желаем всем хорошей работы. А нашим отдыхающим хорошего отдыха, пожалуйста, аптека. Огромное количество всех товаров курортного ассортимента. Вот эту столовую, мои подписчики написали, что им тут нравится, кушают, все вкусно. Я как-то давным-давно делал тоже на нее обзор, но это прям очень давно было. Так что вы пишите, друзья, куда сходить, где что поесть. Всем будет прям очень интересно. Здесь можно увидеть тоже огромные цены на все фрукты и овощи. 70 огурцов, 80 помидорки, 100 рублей помидорки. 150 абрикос, 150 персик, 200 нектарин. По 150 персик, по 120 персик. 250 мятый персик, 100 рублей черешня. 230 рублей черешня. 200, 200 лоток клубника. 130 лоток, такие маленькие абрикосики. В этом году здесь поубирали, какие большие навесы. Только кое-где стоят такие зонтики, чтобы поменьше было солнца, побольше было тени. Слышим крик детей. С той стороны людей ходит меньше. И вот все продавцы сидят на скамеечке, ждут наших отдыхающих. Очень прям сильно просили показать пляж Динамо. И вот сегодня ваша мечта забывается. Приход в молю, столовая. Кстати, интересно, запустилось или все еще нет. Здесь есть кофе с собой. Магазин продуктов. Свежее мясо даже продается. Торговая точка развилась прям огонь на самом деле. Можно посмотреть сцены. Что, по чем ребята предлагают. Всякие вкусняхи. Музычка играет. В общем, настроение лета. Даже с правой стороны открылись шашлыки. 45 рублей взял. Шашлык 90, 180 шаурма. Точно, тут конкуренция прям боба. Я иду как-то в дискотеке, причем у каждого своя музыка играет. У меня даже вас, чтобы докричаться, надо голос поднимать. Мультяшки стоят, приглашают нас. Прикольно, тут наверху есть такая скамеечка, оказывается. И вид, конечно, на все пляжи. Шикарно. Сегодня вместо квадрокоптера я вам вот так вот все покажу. Смотрите, очень хорошее море. Чистейшие пляжи. С левой стороны Пансион Ван Соловей. Пляж можете увидеть. В правой стороне туалет 30 рублей. Установлена здесь и в параселлинг. Спуститься можно. Также есть вот такая вот горка, на которой можно прокатиться. Кенгуре от них стоит, работает. Можно покачать своих деток. Шазунги здесь по 300 рублей. С той стороны можете увидеть. Там территория баров. И здесь тоже бар есть. То есть, вы можете посмотреть по 300 рублей. Большая часть лежачков занята. Люди отдыхают. И стоимость Таджика на весь день. И мы подходим к морюшку, друзья мои, дорогие. Посмотрите, сколько людей здесь. Отдыхайте, ребята. Прочитают, куда же нам лечь? Мусорки на пляже. Нет, это да. Вот это количество народа, дорогие друзья. Температура воздуха у моря 25,5. Это, оказывается, что гораздо горячее. Потому что они довольны от наших отдыхающих. Которые сидят на море, получают удовольствие. Которое ни с чем не сравнимо. Потому что солнце, море, песок. Это самое лучшее, что может вообще, в принципе, происходить. Так что, друзья, приезжайте на отдых. Скидочки для вас есть. Морешко вас прям очень ждет. Чтобы вам было хорошо. Если где-то даже вы приходите, находите какое-то там неудовольство, водоросли или еще что-то. Всегда прогуляйтесь немножечко вдоль берега. И, поверьте мне, где-то рядышком за углом для вас будет чистое море. Сегодня, наверное, самый большой вопрос. Какая температура воды? Потому что с утра было прохладно. А вчера так вообще экстремальные рекорды море ставило. Пошла небольшая волна. Ветра, честно говоря, практически нет. Температура воды в демоте почти 22 градуса. 21,9, если быть точным. Так что, друзья, приезжайте. Вот отушел чуть вправо. Море чистое, температура хорошая. В принципе, водички людей вот с этой стороны гораздо меньше, чем мы там видим на центральных пляжах. Так что, самое главное, иметь позитив и мечта хорошая для отдыха. С вами был Юрий Азаровский. Хорошо отдыхайте, наслаждайтесь. Приезжайте. Еще один гостевой дом на обзоре. От вас, друзья, пишите комментарии, пожалуйста, как вам обзор. Если чего-то добавлять в видео, пишите. Я надеюсь, что максимально все осветил и показал. И столовые, и фрукты, и овощи, и жилье. То есть, ну и такое вот море, любимое мое. Всем пока. Любимая Напа ждет вас, дорогие друзья. Особенно, когда смотришь на такие вот раскаты, мелкободья. Как тут деткам хорошо. Все сами играют. Мама, вот там пиво пью. Прям вообще такая шикарная картинка. Освятительная просто. Вот это понимаешь, что Напа детский курорт. Мама, вот так вот.